Массово встал с детства писать стихи, скорее всего, активная фаза происходила в армии. Ну, стесненные условия, там, вот, жесткая дисциплина заставляла творческие как-то работа в мысли. И тогда пошли первые стихотворения. Ну, тогда, вот, почти была Чеченская война, а, например, четвертый, может, что-то был. Я написал тогда впечатлением о первых стихотворениях. Парнишка в подорванном танке погиб на Чеченской войне. Покрытые снегом останки уже не достались родни. Его растерзали собаки холодными, мертвеющими днём. Остались лишь бляха-то знаки, отличия и память о нём. Это, вот, первое впечатление. Как его здорово? И вот, потом, значит, работал, работал, работал в журнале «Работает жизнь» Сергееву Пасаре. Писал статью на протяжении нескольких лет. В 2006 году меня судьба... В 2005, точнее, в 2004 году меня судьба познакомила с режиссёром. Она, кстати, у неё дача здесь, в Ялте находится. Далина Иванова Жигунова, это вы, наверное, знаете, Сергея Жигунова. Горде Марина, да. Горде Марина, да, это его мама, да, это... Вот, в театральном ковчеге, значит, она меня приметила. И уже на следующий год мы группой отделились, создали театр, театр длинного зрителя под правлением Галины Ивановича Жигунова. С этого момента, можно сказать, что началась моя театральная судьба. То есть, мои мечты о театре, о кино стали воплощаться в жизнь. И в следующем году, в 2006, я уже поступил в театральный институт. Получился 4 года в театральном институте. Сниматься стал 2008 года в сериалах, художественных фильмах. У меня, значит, более 40 ролей различного плана. Есть второй план, есть и эпизодические роли, и одна главная роль. А главная роль у меня в дипломном фильме, девочки... Фильм называется «Девочки»? Нет, 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 фильм называется «Медицина». Ну, моя хорошая главная роль. Фильм сейчас «Медицина». Но, трагически, почему судьба этого дипломного фильма? Его не демонтировали, не доделали, потому что режиссер, молодая девчонка, ей всего 30 лет, режиссер Гика, она умерла от дистрофии. И вот она снимала, она уже была, так сказать, уже в таком состоянии. Анорексия. Анорексия, анорексия, да. К сожалению, да, остался какой-то рабочий материал. А какие фильмы, какие фильмы? По НТВ сериалы все иззаменитые. Ну, «Угарь», «Пятницкий», «Бандитский» сериал. «След». Любые брать роли, потому что «След», да. Бандитские? Ну, «Бандитские», «Криминальные», более романтические роли различные. А поведение с правами? Кримин. Ну, вообще, у меня, вообще, у меня типаж брали врачи и сотрудники полиции, сотрудники ГИБДД. Почему-то так получилось. Вот. А в паханы не брали? Нет. Ну, где в паханы? А какие слова вы знаете? С 2011 года я работаю в Доме культуры юности в Березняках. Кстати, там проходит фестиваль, очень интересный фестиваль. Православно-патриотический фестиваль «Сердце России». Проходит уже, вот, в следующем году будет, в 15-м юбилей. Ну, как раз приняло... Татьяна Жихарева приняла в этом фестивале... Да, и Людмила Куликова приняли участие. Да, и Людмила Куликова приняли участие. Там встречу с местными, ценителями поэзии. Там поэтом только один был, книгу подарил очень интересную. Я забыла. Владимир... И стремно. Бойков. Бойков. Вот. А так, нам организовывал экскурсию по музею Цветаева, Цветаевых. Организовывал Лев Киевович. Он, оказывается, хороший знакомый. Директор Цветаевского. Сам директор, сам директор играет из этого музея. В общем, получилось. Нечаянная радость. Да, да. А в Твери это уже на Твери. Лично, на консультацию. На продолжение фестиваля «Образ Крыма» мы туда попали. Каким еще? А где мы такая? Переславь Залевский, мы были в Твери, нас принимали. В Москве. С пирогами. В Москве. Мазады, я так и вас не бачила. Да. С Сергеем Паспортом. Думала, я в волчью зайду. Я вам прочитаю свои два стихотворения. Они мне как-то дороги. Белой завистью исходят. Дороги. Тема женщины, поскольку здесь присутствующие милые, прекрасные. Мужчины, я сказал, знаете, это наносит есть как-то. Я уже приятный. Это основная масса женщин. У меня, значит, масса его дарит. Да. Первая стихотворение называется «Гим женщины». Женщиня. Не надо коней на скаку останавливать. Зачем вам в горящие избы входить? Ведь в вас красота. Это самое главное. Ее для любви лучше вам сохранить таинственностью. Ваши души увенчаны и кроются в этом. Одна из причин, что наша великая русская женщина столетиями нас покоряла мужчинам. И стихотворение «Осень». Ах, осень, проказница осень. Меня заманила в магический круг. Здесь ветры шальные. Разносят улыбки слезы. Любимых подруг. Если вдруг кто-нибудь спросит, о чем ты задумался, в чем твоя грусть, отвечу, ушла моя осень. И я к ней уже никогда не вернусь. Но, к счастью, в моей душе наступила весна. Так что... В первом числе говори не буду. Никогда не говори никогда. Вообще-то после осени зима тут у нас. Зима прошла мимо. Виталя, прочитай, что ты мне написал. Ну, сейчас Заяна написала. Ну, подождите, Вера Павловна. Сейчас жена хочет... Что-то провеснуть. Я еще сейчас расскажу своей маме. Благодаря ей, Вера Аналиевдокимова, благодаря ей я все-таки начал писать стихи. Мы с ней беседовали. И мама у меня, в общем, такой человек, очень такой творческий, член своей писателей России. Она... Один из мэтров Сергея Посадского района, Земли Родонежской, очень известный поэт. Я вам прочту ей сейчас 83 года. И дай Бог ей здоровья, чтобы она еще не писала. Я вам прочту. Два стихотворения из деревенского цикла. Может быть, о них новее какие-то мысли у вас о прошлом. В пеньках возле храма. Какие деревни. Там, где плакорщиц крики когда-то разносила река за версты, беспризорные бродят телята, безымянные топчут кресты. Лопухи и куриной лёжки в изголовьях могил краевых перекрещены грубые стёжки. Храм Покровский навечно за день. Что такое нам мало тропинок меж порушенных старых могил? Пьяный парень на мощной машине метров на десять путь сократил. Правец здесь. И всего-то осталось, что на северной вот стороне сокрушенно береза качалась и закат плыхал на окне. Над могилой у деда всё ту же обречённость сплетает узлы. Люди, люди в душевную стужу мы беспамятны, слепы и злые. И осень в пеньках. Осень в пеньках. На луговину в ручья туман полудня оседает и одинокая ничья. Кричит ворона на сарае, угрюмо отвечает ей подруга с близкого кладбища. Всё чаще старый воробей летает к нашему жилищу. Над подрастающим леске регеют чубы огневые, следы у брода на песке разносят струйки дождевые. Слежу за мшелого моста, как листья кружатся у сваи, и как с небесного холста безгласно исчезает стая. Тревожно ночью загудят листы железные на крыше. Художник с ворой листопад картину осени допишет. И дома древнее лицо откроет перед зимней стужей, устелит листьями крыльцо и забросает ими лужи, и обнажится за мостом людской небрежности у города разрушенный старинный дом. Мы полусевшим косагуру. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ